Заседание общественного совета родителей и руководство отдела образования Кустаная в этом году было посвящено изменениям, которые были внесены в систему образования страны. К примеру, в части приема первый класс, возраста и перечня необходимых документов. А с 1 октября в рамках цифровизации в Кустанай начала работать электронная система ведения очередности в детских садах. И именно этой теме родители уделили немало внимания. Система открывает приоритетный доступ на три рабочих дня для получения направлений дошкольной организации первым шести родителям в очереди. После истечения трех дней доступ к оставшимся свободным местам открывается всем без учета их очередности. Каждый родитель ежегодно до 1 октября должен в электронном виде, согласно уведомлению от системы, подтверждать, что его заявление актуально. Если заявление не будет своевременно подтверждено, система снимет заявление с очереди и поместит его в стоп-лист. Помимо цифровизации, родители интересовало открытие дополнительных кружков и секций, оформление и получение пропусков по болезням и другим причинам, возможность обучения на дому и сдача ЕНТ. Подобное общение, отмечает представитель общественного совета родителей, помогает не только папам и мамам понять изменения в системе образования, но и сориентироваться в новшествах и их детям. Опыт показывает, что когда родители участвуют в управлении школой, сотрудничают с администрацией школы, тогда и учащиеся вовлекаются в социально значимую деятельность и таким образом мягко, без каких-то особых еще дополнительных форм, дети вовлекаются в социальную деятельность школьную и у них формируются самые необходимые качества, сегодня востребованные, как трудолюбие, социальная ответственность, гражданская ответственность, патриотизм. Нам нужно, чтобы родители поняли, что сейчас другое время. В завершение встречи общественный совет родителей представил отдел образования Кустана и свои рекомендации, к примеру, запустить на сайте ГУРАО раздел критических замечаний и предложений родителей учащихся, инициировать проведение исследований по проблеме здоровья учащихся, а также ввести в практику выделение бесплатных социальных билетов для малообеспеченных и многодетных детей на посещение спортивных и культурно-досуговых центров.